Печатана рецензия на спектакль «Трудные люди» Ольги Скорчкиной. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Театральная жизнь» Пивоваров Олег Иванович. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья. Какие достательные были поздравления. И капустический, но, может быть, только в самом начале немножко паху свежал. Понять все тонкости капустного обращения. Но филологическое и музыкальное послушание – это такого высокого класса. Это так чудесно слушать эти слова, тонкие, которые определяют, мне кажется, именно саму суть, самую вашу сочность. И это прекрасно музыка. Да и Ахмадулина тоже не была лишней здесь сегодня на эту вечеринку. Я ошеломлен. Я до сих пор не могу понять и в непонимании происходящего тут. В свое время я был главным редактором, ну, довольно крупного, может быть, самого большого издательства России «Русская книга». Я тоже проводил и устраивал литературные книжки и реализации. Но чтобы так было нашло, чтобы столько было, что было вообще присутствовать в презентации, я не помню. Да и на театральных тоже, бывает, иногда захожу. И в Москве у нас тоже нет такого многолюбия. Единственное, что приходит мне как бы в сравнение, Татьяна Сергеевна, я не знаю, понравится это вам корректно или нет, это пресс-конференция президента, когда Владимир Владимирович ведет свою встречу с журналистами, с нашими партиями. Удивительно, совершенно удивительная атмосфера. И салу очень в том, что это добрали. Единственное, тушновато несколько, но салу тоже прекрасен, великолепен. Сегодня до презентации у меня было свободное время, и я, как водится, гулял по Невскому. Ну, хочу поздравить вас с отсутствием реагентов. В Москве мы утопаем. Буквально подметки оттекают на каждый день. И мы по коленам реагентов. Но вас, друзья мои, на Невском такие колбозные, такие заносы. Так не чистят ваши коммунальщики. Невский, что... Вам хорошо все равно? Нам хорошо. Ну и слава Богу! Слава вашим коммунальщикам! Ну, я не об этом. Я же не критиковать приехал. Я зашел, строго носки творяется. Мне необыкновенно повезло. Не повезло то, что сегодня в Татьяне День я стою здесь и могу любоваться Татьяной Сергеевной. Но мне повезло, что я попал на последний день работы уникальные выставки. Это уникальные выставки Старец Ефрем, Инна Ефрем, Афония. Живопись Афона называется. Это погружение к ядру духовной материи. Это необыкновенные совершенно воздействия. производят эта выставка на оберельную жизнь. На всю жизнь. На всю жизнь. И вот если бы меня спросили, и к этому меня подвела книга, которую я, знаете, интересно читал в Москве, в поезде, в отеле. Мне кажется, что суть того, что произошло у вас здесь, зайдите, по-моему, больше, чем 20 лет, это и есть создание театрального форума. Конечно, это не монастырь, конечно, это театр со всеми его достоинствами и достатками, но это театр, ну, это театр, который собрал замечательную энергию, а я могу это подтвердить, я был и на фестивальных показах этого прекрасного театра, и был на стационаре, и видел спектакли, которые по всем уже признакам, по всем законам материального мира должны перейти в мир иной, а они свежи, энергичны, они талантливы, да, и когда выпускаются. Вот до сих пор просто глазами стоит ревизор, который был показан на пересвешенном фестивале, где игроки из людей появились и игроки, и помню эту реакцию, когда русские изысканные публики, которая так смеялась, так сопереживала и так аплодировала, и чуть не сломали двери театра российской армии, и на входе, и на выходе потом, когда благодарны зрителям, после игроков, и вы не случайно достоины золотого диноза, престижного фестиваля в Москве. Прекрасная книга, мне кажется, что она хороша и по смыслу, и в ней человек, театр, потому что, безусловно, для Олина, вижу ее, нет кайфа, по-моему, она не со стороны, она изнутри, она понимает все про театр, это редко говорит с нашим правдом. Чаще всего мы сочиняем какие-то свои, наши собственные представления, далекие от того, что называется реальный, грубый театр. Вот эта книга, написанная как-то изнутри, это книга, где актеры, ну, не всегда мыслители, но мыслители люди, где очень интересно рассуждают и размышляют актеры, и о профессии, и не только своей, но они и советуют, чтобы такие неизвестные, а режиссуре смело говорят актеры. И полиграфически, мне кажется, она тоже не опасная, что очень важно. Она издана именно для театрального чтения, для работы, и для того, чтобы поставить книжок на книжную полку и любоваться, вот это, вот она в ваших руках, я вижу, ее приятно держать на письменном столе, с ней приятно работать. Татьяна Сергеевна, поздравляю вас, и еще раз, как мать, просто изумляясь вашему тончайшему просто вкусу, вы родились в рождественские и крещенские дни, но это знаете, не каждая девушка. Это вы, вы тоже там вместе планируете, и провести презентацию с какими-то делами, да еще в такую прекрасную русскую, петербургскую зиму, это тоже нужно обладать на армии. Я совершаю самоубийственные поступки, уже ее восстанавливаю, но я все-таки позволю себе после выставки моего, великолепного чтения актрисы, посвятить мне свои, как и так же. Но прочесть это будет не очень. В чем предупреждая самоубийство? Во всем мне хочется дойти до самой судьбы, в работе, в поисках пути, в сердечной скоте, все время схватывая нить с судебных событий, жить, чувствовать, любить, совершать, агентство, вы если к нам хотя бы отчасти. Я написал вам восемь струн на свойственных страсть о беззакониях, о грехах, в веках, погонях, и частью, как по боках, в локтях, в ладонях. Я выдал бы ее закон, ее начало. Я повторял ее имен и инициалы. Так некий разбивал стихи, как санкции, трожью жил, целим липы, гусьбом, сады, в стихи я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осок, сенокоз, грозы раскаты. Так некогда Шапан вложил в дом, живое чудо, фальварков, парк, рощ, могил, свою тюрьму. Постигнутого торжества. Играем мы на тему третьей тюрьмы, в другую луга. Играйте в свой прекрасный театр. И желаю вам многих минут вдохновения, новых побед, а может быть, иногда и даже поражения не сведут вас в правильном итоге. Двигайтесь. Эта книга в подтверждении того, что вы полны силы. Спасибо. Пока Лена Руфанова не было, я успел...